Итак, друзья, шавуатов, шавуатовный враг, мы сегодня с вами возвращаемся после ханукального перерыва к нашей теме. Мы занимались с вами законами шаббата, а именно последние несколько недель мы с вами изучаем законы мукцы. Мы с вами перечислили 10 видов мукцы. Оказывается, мукцы – это огромная тема сама по себе, и каждый из видов мукцы обладает своими определенными эксклюзивными законами. И самые основные из них, мы с вами уже перечислили, существует мукца по типу камня. То есть основой этому является то, что в шаббат мы не трогаем вещи, которые для шаббата не нужны в принципе. То есть вещи, у которого нет никакого назначения в шаббат, имеют очень высокий статус мукца. Называется мукца Махамад Гуфо. Это мукца по своей сути. Их нельзя передвигать даже ради разрешенного использования и даже ради места, которое они занимают. И второй тип мукцы, тоже самый основной, это мукца с шаминахтолой и сурой. Мукца – причина, которую нельзя трогать, в том, что ее нормальное использование облечет за собой нарушение шаббата. И такой вид мукцы, в отличие от мукцы Махамад Гуфо, можно передвигать ради использования его в разрешенных целях или ради места, которое оно занимает. Сегодня пойдем немножко дальше. Будем продвигаться в законах мукцы. Но прежде скажем несколько, да, такой маленький Деврей Мусар. Рассказывается в Торе в недельных главах, да, недавно мы учили, что остался Яков один. Остался Яков Амину, да, бережит от Лавана, остается один на берегу реки. И что там он вступает в битву с ангелом, да, и одерживает верх. И возникает вопрос, да, здесь он пишет, почему ангел старался победить именно Якова, а не других прорцов. И Ицхак был великим, согласился взойти на жертвенники, Авраам был великим человеком, который прыгнул в огонь ради Кедуша Шем. Почему на них не обрушились ангел Бетуэля и Лавана? И где был до этого ангел Исава? Почему опасался именно Якова? Почему именно на него напал? Так да, и он объясняет здесь, что у каждого праотца было свое качество. Авраам символизирует милосердие, благотворительность. А Ицхак такую богобоязненность, да, такой трепет перед Всевышним. А вот у нашего праотца Якова качество его было истина и тора. Так вот, другая сторона не боится человека милосердного, да. Мы знакомы, что многие люди, которые не соблюдают шаббат и публично нарушают волю Творца, определяют себя как люди добрые. Говорят, я делаю много добра, да, навещаю в больницах больных, помогаю матери, старушке и еще многим людям. Да, тем не менее, ну и не евреи делают много добра, но при этом они остаются не евреями, да. И то же самое человек, говорит, богобоязненный. Прекрасное качество. Нам не только бояться свежую, поступать именно так, как он хочет. Он говорит, однажды ко мне пришла женщина, которая не соблюдала ни прави чистоты, ни шаббата, ничего. А когда я ее спросил, ты в Бога веришь? Она говорит, конечно, говорит. И люблю, и боюсь Богу. Ну и всегда любит, и ездит в шаббат. Поэтому на самом деле он говорит, что самая большая сила, то, что представляет самую большую опасность для ангела Эсава, то есть для Ецарара, это люди, которые изучают законы, которые учат Тору. Это то единственное, что оставляет, что делает еврея, сохраняет в нем все еврейское. То есть и милосердие, и вот этот вот эфемерный страх Бога, но если он не связан с какими-то знаниями, в чем он будет проявляться? Да, я верю в Бога. Чего ты в шаббат не соблюдаешь? Человек не учит законы шаббата, да? Получается, он не знает, в чем эта любовь должна проявляться. Поэтому самую большую опасность, самая большая сила, какая может быть у человека, залог успеха в духовном росте, это постоянное изучение законов, изучение Торы. Только человек, который крепко держится за изучение Торы, за изучение законов Торы. Такой человек может быть уверен, что и он, и его дети, да, будут знать, как Всевышнему служить. То есть что есть хорошо, а что плохо. Нельзя эти вещи оставлять на разумение самого человека. Вот мне кажется, что Богу это нравится. Откуда ты знаешь? Может быть, то, что ты делаешь, ему совсем не нравится. Как многие люди, не знаю, истязают себя, голодают, и думают, что они делают что-то хорошее. Не факт, не факт. Надо знать, что Всевышнему нравится, а что Всевышнему не нравится. Поэтому изучение Торы и именно знание законов Торы является тем самым фактом, которое больше всего пугает Ецарара. Поэтому именно на Яакова, дождался Яакова про отца, который символизирует изучение Торы, именно с ним схлестнулся ангел, именно его он пытался победить. И как мы знаем, что тот урон, который ангел нанёс Яакову, вот это вот сам Всевышнему нерв. Этот Всевышнему нерв символизирует что? Он говорит, я не смог победить тех, кто изучает Тору, но я повредил тех, кто Тору поддерживает. То есть в конце времён будут люди, которые не будут понимать, зачем давать, зачем поддерживать Тору? Зачем поддерживать Тору? А если не поддерживать Тору, то как она будет развиваться? Кстати, да, у нас сейчас вот такие два дня, завтра и послезавтра, будет такой всемирный сбор средств на Оле Яаков, на все программы, которые есть в Москве, лагеря и прочее. Всё, чем занимается община на все проекты. Без отношения мы это делаем каждый год. Так что, да, участвуйте. Я тоже выложу ссылки, как это можно сделать здесь, из России, в нашей группе. А мы с вами продолжаем. Продолжаем сегодня, да, переходим на нашу тему. Да, последнее, что мы говорили. Мухтюзам Шуменахтуда и Сур. Мухтюзам Шуменахтуда и Сур. Пища и книги. Мухтюзам, которой выполняется разрешенная работа. Да, мы с вами сказали, что мухтюзам Шуменахтуда и Сур. Вещи, трогать которые передвигать в шаббат нельзя, по причине того, что правильно их использование влечет за собой нарушение субботы. Мы сказали, что их можно передвинуть. Одно из исключений. Первое исключение, что ради места, которое они занимают. О, ручка. Совершенно верно, да? А второе исключение, если ты хочешь этой ручкой сделать какую-то разрешенную работу. Опять-таки, да, это должно быть, что люди как бы обычно делают эту разрешенную работу этим предметом. А, вот, люди ждут. Я что-то никого не вижу. Поэтому, он говорит, кейлим. Итак, инструменты, любая какая-то утварь, с помощью которых выполняется работа, которая в шаббат разрешена. Столы, стулья, кровати, подушки, я не знаю, термос, часы, метла и тому подобное. Все подобные предметы разрешается перемещать, чтобы воспользоваться ими ради какой-либо цели. Да, но запрещено делать это просто так, без всякой нужды. Обратите внимание, насколько строги законы с шаббатой. То есть, просто так вообще, как бы, мы стараемся предметы не двигать. Мы говорили, что есть несколько тому объяснений. Одно, как бы, главное объяснение приводит риф, что, чтобы человек просто не трогал какие-то предметы, чтобы случайно что-то не перенести в шаббат. Да, мы используем только то, что, как бы, мы хотим для шаббата. В эпоху Нехемии, когда многие из народа Израиля совершали грех нарушения шаббата, мудрецы постановили, что запрещено перемещать вообще любую домашнюю утварь. Это было, когда евреи возвращались из вавилонского пленения, 70 лет изгнания в Вавилон. Так, Шалва звонит. Видимо, почему-то он не подключился. Да, было время, когда Израиль и Нехемия, зарубавель, они возвращались из вавилона, очень мало евреев захотели вернуться на святую землю, а те, которые вернулись, были вообще, то есть, за эти 70 лет, как за время 70 лет коммунизма, очень интересно, да, то есть, было такое испепеляющее, как бы, да, давление, ассимиляция, что за 70 лет эти евреи, они вернулись, во-первых, они все переженились на нееврейках, поголовно, во-вторых, они вообще забыли законы, и законы все нарушали поголовно шаббат, и поэтому какое-то время, чтобы немножко укрепить. Вот первое время, потом они развились, уже стали сильными, первые 70 лет для евреев это был такой удар, вообще они не могли себе помыслить, что... Про Вавилон, вот Вавилон это было 70 лет, они вернулись через 70 лет, а Ишивы стали развиваться веками позже, они стали развиваться, не все вернулись, вернулись маленькая часть, начали отстраивать Израиль. В Вавилоне были Ишивы, Вавилоне были Ишивы, они развивались потом, но поначалу вот это потрясение, вообще евреи просто не могли, они не удоумевали, как дом Всевышнего мог быть разрушен, наверное, Бог от нас отказался, наверное, все мы переломом, мы разнорвали союз, мы, наверное, вообще... То есть было такое потрясение, что многие вообще как бы, да, сильно-сильно-сильно упали вообще до такой степени, что мудрецы были вынуждены усилить настолько законы Мукса, что вообще запретили трогать все, сказали даже дома, вообще ничего не трогай. Но когда снова евреи усилились запретение соблюдения Аллахи, мудрецы разрешили перемещать инструменты, и тут, и вольда, с помощью которых выполняется работа, которая в шаббат разрешена. Но запрет перемещать их без нужды так и остался в силе. Поэтому даже сегодня, если тебе что-то не нужно, не надо просто так это двигать. Этот запрет нужен для того, чтобы человек следил в шаббат за своими действиями и не преобещал предметы без надобности. Это поможет ему воздержаться от нарушения субботных запретов. Мы хотим, чтобы человек в шаббат был немножко такой, как говорится, на чеку. На чеку. Вот у меня такая установка, я не трогаю вещи просто так. А почему? В современном шаббат. Меньше буду трогать, меньше передвигать, меньше что-то нарушу. Кроме того, в шаббат человек должен пребывать в состоянии внутреннего спокойствия. Одним из признаков внутреннего спокойствия, что руки у него должны быть в покое. Не надо ничего теребить, не надо ручки, карандаши дергать, не надо ничего. Спокойно, да. Руки ничего не делают. Но указанный запрет ни в коей мере не распространяется на пищу. Книги, например, одежду, украшения. Поскольку все эти предметы дают человеку наслаждение в шаббат, и эти вещи трогать можно без ограничений, даже если никакой нужды в этом нет. Однако, по ским разделились относительно, во мнении, относительно предметов, которые человек пользуется ими постоянно. Например, столовые приборы, тарелки, стаканы. Некоторые считают, что они принадлежат категории предметов, на которые вообще никаких запретов не распространяется. Но другие говорят, что даже к ним относится запрет, что да, просто так без нужды не трогай. Поскольку запрет мукцы является все-таки запретом дарабанан, да, лекатхила лучше этого не делать, но вообще можно облегчать. сомнение в дарабанан мы облегчаем. А тут, получается, два противоположных мнения, это и называется сомнение, поэтому можно здесь облегчать. Теперь, мукцы во время бэйна ашмашот наступление субботы. Итак, мы с вами, помните, когда мы с вами обсуждали вид мукцы, который называется баси следовар мукца, основание для мукцы, что, оказывается, мукца обладает определенная мукца обладает силой передавать, заражать мукцей предмет, который не мукца. Положи мукцу на стол, и она стол тоже сделает мукцей. Мы говорили, что это зависит от того, если ты назначил место для этого предмета заранее и сказал, я хочу, чтобы этот предмет я хочу, чтобы этот предмет лежал здесь весь шаббат. О, ты определил мукце место, и это место ты определил его на каком-то предмете не мукца. Мы сказали, тогда предмет мукца передаст свое свойство мукцы тому, на чем он лежит. Вот теперь вспоминаем этот закон и разбирать... Go play, please. Go play. Сэмми, шалом, брат, шалом. Да, то есть, оказывается, да, очень есть такое понятие, что ты должен назначить какой-то предмет ему место до наступления субботы. Так вот, любой предмет, который имеет статус мукце при наступлении шабата, продолжает быть мукцей в течение всего шабата. Даже если причины, по которой этот предмет считался мукцей, больше не существует. Если на момент наступления шабата это была мукца, потом он перестал быть мукцей. То есть, то, что делало ему мукцей, перестало быть мукцей. Он уже отстается мукцей. Мы с вами про это говорили. Вообще. Мы увидим, что вообще. Мы это говорили, когда говорили про басис. Что если ты положил камень на стол и имел в виду, что он будет лежать на столе, и наступил шабат, стол тоже стал мукцей. Даже если без твоего ведома проходил мимо нееврей и взял этот камень, унес его, стол ты не можешь двигать. Почему камня уже нет? И раз этот стол на момент наступления шабата стал мукцей по каким-то причинам, пусть даже причины этой уже нет, он останется мукцей. Теперь вспоминаем этот закон. Продолжаем. Исходя из этого, если человек положил деньги на стол, о, пожалуйста, то стол получил статус мукцы, так как стал основанием для мукцы. И даже если в шабат деньги упали со стола, то стол все равно останется мукцей. Вот прям наш пример. Так пишет Шурханарух, Шиньют. Подобным же образом, например, масляный светильник, который был зажжен перед наступлением шабата, запрещено переставлять даже после того, как он потух. и запрещено также пользоваться маслом, которое там осталось. Это все мукца. Почему? Что поскольку светильник имел статус мукцы до начала шабата, он остается мукцей весь шабат. И Миштабрура тоже так говорит. Исходя из этого, вообще, согласно этому принципу, если даже дорогостоящий предмет, мы говорили, что есть еще мукца, Мохаммад, Хисарон, Мокис, картина, мы приводили пример, какая-то ценная вещь, нож шохета, то есть какой-то предмет, который человек очень как бы, он его лишний раз не трогает из-за его ценности. Такой предмет тоже в шабат является мукцей. Ты его не трогаешь вообще, так тем более в шабат его не трогай. Если такой предмет сломался или разбился в шабат, то его части остаются мукцы, даже если они пригодны для использования, поскольку сам предмет имел статус мукцы в сумерке перед наступлением шабата. Так пишет Миштабрура Магедавран. Очень интересно, мукцы, мукцы, то есть у тебя была картина, даже она упала, разбилась, ты не можешь, как ее части остаются мукцы, потому что она в шабат вошла как мукцы. Есть другая очень интересная закон, например, у тебя стул в шабат сломался. Бывает такое, качался на стуле в шабат за столом и бах, он под тобой сломался или просто что-то сломалось. Это становится мукцей. Почему? Ты захочешь это починить. Другая причина. У тебя большой соблазн, как бы оп, я засунул, постучу и починю. Надо знать, что если это не конструктор, который разбирают, собирают, нельзя просто так собрать стул. Даже, хотя стул, просто ножка вышла из паза, в принципе, ее надо просто вставить, там стукнуть, и вот у тебя целый стул. Нельзя так делать. Стул не для того, чтобы его разбирать и собирать. Поэтому даже если он так невинно сломался в шаббат, собирать его нельзя, это становится мукцей. Но предмет может иметь статус мукцы только если в отношении него выполняются два условия. Первое. На момент наступления шаббата он был запрещен для использования в шаббат. Это первое, мы сказали. А второе. Человек его отстранил в своем сознании от использования в шаббат. То есть ты уже как бы решил, что пользоваться им в шаббат не будешь. Вообще в Талмуде приводится известный пример с инжиром и виноградом, которые оставили сушиться на заднем дворе. Да, задний двор, очень интересно, да, был специальный такой задний двор, где люди складывали что-то для сушки и назывался этот задний двор мукце. Мукце, прям название у этого двора, где сушили плоды, назывался мукце. Да, пока они не высохли окончательно, они не годятся в пищу. Почему изображение? То есть пока брожение в нем происходит, оно вообще несъедобное. Но когда полностью все там перебродит и высохнет, да, тогда это как бы вот, где называется сушеный инжир. Поэтому все это время да, человек как бы отстраняет эти плоды от использования, он говорит там, да, четыре дня они должны, не знаю, сколько они должны лежать, неделю, четыре дня, никогда такого не делал, но сколько бы там дней он не выделил на это, все это время человек не собирается этим пользоваться. Он, во-первых, отстранил их на момент наступления шаббата это уже была мукция, во-вторых, человек отстранился от этих плодов все то время, пока они не будут готовы, да, не высохнут в данном случае. По этим двум причинам они имеют статус мукция, поэтому даже если в шаббат процесс вот этой высушки завершился и они стали пригодны, о, как раз они в шаббат полностью высохли, все равно они остаются мукци в шаббат, поскольку были таковыми на момент наступления субботы. Но если было соблюдено только одно из двух условий, то есть они были мукци, но человек от них не отстранялся, или человек от них отстранился, но в момент наступления шаббата они уже были пригодны в пищу. Например, если человек положил пшеничные зерна на землю и думая, что я их посею, поскольку на деле они были пригодны в пищу, хотя человек и отстранил их в своем сознании, они не стали мукци, и в шаббат разрешается брать их земли есть, например, точно так же, если человек знает заранее, что предмет, который в сумерки на наступлении субботы, во время наступления шаббата был запрещен к использованию, в течение самого шаббата станет пригоден к использованию, то данный предмет не является мукци, потому что в голове человек его не отстранял. Да, он был запрещен к использованию, но потом перестал быть запрещенным к использованию. Какой пример? Какой пример можно привести? Например, кастрюля с пищей, которая варится. Помните, мы с вами говорили, что в шаббат кусок мяса замороженного это мукци. Что ты будешь с ним делать? Варить его нельзя. Это не мороженое, это уже, да, его так не поешь. Мукци, не трогай его вообще. Так вот, у тебя сырое мясо, оно в кастрюле варится. Пока это мукци, ничего сделать нельзя, но не съедобно, но пройдет шесть часов там, четыре часа, на огне, оп, шел, так он станет еще как пригоден. Ты от него не отстранялся, просто он был, когда наступал шаббат, он был мукци, но ты от него не отстранялся, наоборот собирался его есть в шаббат. Поэтому в этой ситуации, как только мясо будет пригодно для еды, ему можно будет с удовольствием есть. То же самое можно сказать... Знаешь, Альберс, вот с семечками непонятная история на самом деле. То есть ты как бы отстранился, ты уже был уверен в том, что ты их посеял, да? Да. Что ты их используешь для... То есть как бы есть вот эти семечки я буду кушать, а эти семечки я кушать не буду. Я буду их сеять, чтобы у меня другие семечки выросли. И так ты решил и поставил ведро для посева отдельно. А в шаббат ты захотел от них покушать. Вопрос, ты можешь от них покушать? Вот почему да? Ты сказал, что да, но почему да? Да. Потому что здесь есть только отстранение, но нет мукций на момент наступления субботы. Они должны быть как бы уже мукцией на момент наступления шаббата. А на момент наступления шаббата это съедобные семечки. Это ты так в голове решил. Что вот эту семечку я буду кушать, а вот эту семечку я буду использовать для посева. Отстранение есть, но мукци нет. То есть одно из двух тоже можно как бы передумать. В шаббат покушать их. А чтобы было мукци, что должно быть? Два условия. На момент наступления шаббата это уже должно быть запрещенным. И, например, мясо. И второе, это ты должен от этого отстраниться. То есть представь себе замороженный кусок мяса в кастрюле против семечек. Замороженный кусок мяса сам по себе мукца, но ты от него не отстранился. А семечки, ты от них отстранился, но сами по себе они не мукца. Поэтому, когда мясо сварится, шаббат, ты сможешь его есть. Поэтому семечки, от которых ты отстранился, но в шаббат захочешь их поесть, ты тоже сможешь их есть. Чтобы они стали прямо мукцей, нужно и то, и другое. Они должны войти в шаббат мукцей, и ты тоже должен иметь намерение, что я от них точно отстранился. Я это в шаббат не собираюсь никак использовать. Еще пример, что то же самое, можно сказать, о ситуации, когда человек вешает мокрую одежду на веревку. Так, здесь что? Даже если в сумерки, то есть наступление шаббат, эту одежду надевать было еще нельзя. Почему? Потому что она настолько мокрая, что ты будешь ее выжимать. Но если погодные условия таковы, что в течение шаббата она обязательно высохнет, то человек не отстраняется от этой одежды. Эту одежду в своем саду. Поэтому ее можно перемещать после того, как она высохнет. Да, она была супер мокрая, но жара, ты живешь в Майами, где за два часа любая мокрая одежда высыхает полностью. Поэтому, опять-таки, она была мукцей, ее трогать было нельзя. Любое ее поднятие, одевание приводит к выжиманию. Но ты не отстранялся от нее, потому что ты понимал, что живешь на Мадагаскаре, через два часа она будет сухая. И ты реально, когда она высохнет, ты можешь ее спокойно одеть, она мукцей не будет. То есть маленький такой симан, из этого симана мы видим, что мукца это также, да, вещь, от которой человек отстранился и которая была запрещена на момент наступления шабата. По этой причине деньги, оставленные на столе, если ты намеревался, что эти деньги будут лежать на столе весь шабат, делают стол мукцей, даже если деньги со стола убрать. Кто-то их уберет, стол остается мукцей. Вот тут интересно. Следующий симан. Запрет Исур превращать предмет из разрешенного в запрещенный шабат. Что это значит? Разрешенный предмет нельзя в шабат делать запрещенным. То есть делать что-либо, что не позволит использовать разрешенный предмет по назначению, потому что таким образом человек как бы разрушает его в субботу. У тебя есть предмет и у этого предмета есть разрешенное в шабат использование. А ты с ним сделал что-то, что теперь его нельзя использовать разрешенным образом. Это то же самое с Сотер, что ты его как бы сломал. Его можно использовать по-другому, но в разрешенном образом уже нельзя. А тут без примера не обойтись. Можно много говорить, лучше пример. Поэтому, если в шабат, например, из светильника капает масло, протекает твоя керосиновая лампа, запрещено подставить под него блюдце. Почему? Потому что масло имеет статус мукцы. И оно будет запрещено это блюдце передвигать, которое он подставил, чтобы это масло собрать. А значит, он превратил блюдце во что? Он сделал блюдце мукцей. Вот интересно, да? Ва! 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 Я думал об этом. Я думал об этом. Да, если, помните, мы говорили, если в шабат ты взял ручку, ты взял в шабат ручку, потому что ее оставили у тебя на кровати или на столе. Ты же можешь ее положить куда хочешь, а ты взял ее и положил на стол. Теперь мы говорили, что ручка либо сделает стол мукцей, но по мнению тех, которые говорят, что ручка способна заразить стол и сделать стол мукцей, тоже мукцей, как ручка. Мы сказали, что это только в том случае, если ты до шабата дал ей назначение, что она здесь должна пролежать. И поэтому я сказал, что если ты ручку положил на стол в шабат, стол не станет мукцей, даже по мнению тех, которые говорят, что ручка может сделать разрешенный предмет мукцей. Здесь же мы говорим, что это проблема, что нельзя так делать изначально. Нельзя брать тарелку и превращать ее в мукцу, потому что была тарелка, которую можно было бы использовать, а теперь ты сделал из нее тарелку, которую использовать нельзя. Поэтому если человек не хочет, чтобы масло запачкало дом или стол, он должен поставить блюдце под светильник до начала шабата, а не в сам шабат. Таким же образом, шабат запрещено класть какую-либо посуду под курицу, чтобы она, когда снесет яйцо, яйцо аккуратненько попало уже в эту лукошку, я не знаю, что ты подставил, в шабат не разрешено, потому что яичко, которое рождается, это нулад, это вещь, созданная в шабат, созданная, это мукца, мукца, а ты ловишь эту мукцу, у тебя была лукошка, ты мог его использовать, у тебя была тарелка, ты мог его использовать, эту тарелку, а ты в шабат превратил вещь функциональную для субботы в нефункциональную. Нельзя превращать разрешенный предмет в шабат в неразрешенный. Все-таки, да, вот у меня вопрос, мы же с вами как говорили, мы же с вами как говорили, чтобы яйцо превратило тарелку в мукцу, надо, чтобы я поставил яйцо, надо, чтобы я поставил камень на стол до шабата с намерением, что это место для камня на всю субботу. А тут получается, я делаю это в субботу. Почему вообще, почему вообще камень должен заразить или там яйцо должно заразить эту тарелку? Непонятно, что вы скажете. Вы сказали, чтобы... Тарелка как басис. Да, но это басис получается только если ты до шабата предназначил, а ты в шабат это сделал, до шабата ты этого не сделал. До шабата? Нет, до шабата проблем бы не было. До шабата надо делать. В шабат, в шабат нельзя превращать разрешенное в запрещенное. Нельзя в шабат. Разрешенного мукца же и все. У тебя тарелочка разрешенного, а ты ее подставляешь, и теперь, когда это упадет, она станет запрещена. А я спрашиваю, почему она станет запрещена? Нет, подожди, подожди, подожди. Ты же говорил совсем по-другому. Ты же говорил, что если до шабата я положил камень в стол до шабата и сказал, что я этот камень определяю здесь, это будет его мне до шабата. А мы говорим про в шабат. В шабат я взял ручку, мне положили ручку на кровать, я взял ее, имею право, Махамад, да, она занимает место, и пошел с ручкой и положил ее тебе на кровать. Твоя кровать стала мукцией или нет? Нет. Или на стол положил ее? Нет. Что? Почему? А потому что это не до шабата. Вот. А он говорит, что это проблема, что нельзя, мы сейчас учим целый семан, который говорит, что нельзя в шабат разрешенное блюдце сделать запрещенным. И приводить пример. Нельзя подставить блюдце под масло, стекающее из керосина. Нельзя подставить блюдце под курицу на сетку, что когда она снесет яйцо, упадет, значит, яйцо на это блюдце, и ты не сможешь пользоваться блюдцем, значит, ты превратил блюдце, которым ты мог пользоваться, в блюдце, которым ты пользоваться не можешь. Нельзя это делать в шабат. А я спрашиваю, если мукца попала на то, что не мукца в шабат, без намерения до шабата, это не делает предмет мукцы. Интересно. Давайте, может быть, дальше поймем. Может быть, дальше поймем. Ведь когда мы много знаем, у нас уже как бы появляются вопросы. А ну-ка, что про семечки? Что, скорлупа от семечки это мукца, да? Да. То, что держит скорлупу. Да. Или это проблема только в том, что она с скорлупой. Проблема именно из-за скорлупы, конечно. Скорлупа, которая в тарелочке делает все, поэтому мы в тарелке должны иметь что-то, что важнее, чем скорлупа, или что-то съедобное, чтобы эту тарелку можно было выбросить. Но недавно я слышал, Раван Вавнер на эту тему говорил и сказал, что никто не устражает, спокойно кушайте, семечки в тарелку, берите эту тарелку, выбрасывайте и вообще, говорит, ни о чем не заморачивайтесь. Да, он полностью. Раван, он обычно устражает, говорит, говорит, нигде. То есть, вот эти вот, все вот эти вот, о, надо положить что-то более варочное. А как, а как, какие способы вам руками, зубами? Вообще, спокойно, руками. Возьми, говорит, за мусор. Когда руками, когда руками сперва кряч убираем, а потом кушаем. бурер? Не, он говорит, ты кушаешь семечки или фисташки. Понятно, зубами, я понимаю, что проблем нету зубами, потому что ты вычищаешь, всегда хорошее, а потом, потом красаешь мусор. А вот когда, а вот когда наоборот, когда руками, я на плече так кушаю, я кожуру выбрасываю, а потом беру хорошее. Поэтому я в шабаде не кушаю семечки. Значит, так можно, что ли? Нет проблемы, бурер. Да нет же проблем, это то, как кушают. Это называется дэрэхахила. Так люди едят. Нет проблемы. Это называется лэалтар. Непосредственные близости. Нет проблемы, бурера. У бурера есть как бы три вещи. Если ты выбираешь хорошее из плохого, если ты это делаешь непосредственно во время еды, да, и если так это кушают. Тут все три. Поэтому нет, ты можешь просто есть, вообще ничего, ни о чем не думать, просто есть фисташки и все. Вопрос к другому. Когда ты накидал целую тарелку скорлупы фисташек, что с тарелкой, теперь это мукца, мукца лежит на тарелке, как это выбросить, переворачивать стол, это, говорит, наванер, возьмите, выспите. Мы читали, что нужно положить на эту тарелку какой-то кусочек курочки, что-то более важное, и там какой-то от еды, и тогда это станет, то есть скорлупа, она ничтожна по сравнению с этой едой, и можно поэтому это выбросить. Он сказал, даже без этого, без ничего, спокойно можно просто выбросить прямо в тарелке. Почему, Альберт, объяснение аллергическое, что не становится вещью в шаббат, мукца, или как? Он говорит, потому что, говорит, есть такое понятие мусорка. Мусорка, мудрецы разрешили, они не запретили выбрасывать мусор. Мусор, вещи, которые ты не хочешь, чтобы они были на столе. Хорошо, допустим, а в шаббат становятся вещи мукца? Можно ли создать мукцу в шаббат? Вот это наша тема. Это как раз наш сниман. Мы только что сказали, что оказывается, если ты возьмешь тарелочку и подставишь под яйцо курицы на сетке или под масло, которое вытекает из светильника, ты сделаешь тарелку мукцей, а это запрещено. Нельзя в шаббат разрешенное делать запрещенное. Я пока не совсем понимаю, как это работает, механику, да, из того, что мы учили. Но может быть, да, сейчас мы это поймем. Но нельзя создавать мукцу в шаббат. То есть нельзя лишать предмет его разрешенного применения. Ты мог использовать разрешенную тарелку. Зачем ты ее поставил в такое место, что теперь ее нельзя использовать, как ты мог ее использовать. Давайте читать дальше примеры, может, да, разберем, как это работает. Почему? Потому что курица снесет туда яйцо. И поскольку яйцо снесенное в шаббат в мукце, то будет запрещено перемещать тарелку, в которой такое яйцо лежит. И получится, что человек превратил эту посуду из разрешенной для использования в шаббат в запрещенную. Окей, понятно, непонятно почему. Почему блюце? Почему блюце запрещено, да? Мы сказали, что, мы прямо сказали, что если в шаббат кто-то принес и положил мне камень на стол, помните это? Стол не стал мукцей. Это не работает, в шаббат это не происходит. А здесь мы считаем, что это кто-то. Или кто-то положил не мою вещь, не мой камень, не мою ручку положил мне на стол, а стол мой. Он тоже не может мне стол сделать мукцей. Чтобы стол стал мукцей, я должен положить свою ручку до шаббата на стол с намерением, что она там должна лежать, тогда ручка заразит стол, и то, по некоторым мнениям, да, и стол станет мукцей. Или камень, да, передаст свою мукцу столу. А тут мы видим, может быть, в этом и есть разница, что я, когда я ставлю тарелку под курицу, то яйцо сделает тарелку мукцы. Сам ты не можешь сделать наше стол мукцей, потому что тогда тебе это нужно заключить, чтобы стол назначить мукцей. А, например, можно? Можно. Я привел пример. Я ручку положил тебе на стол, ты не можешь на шаббатный стол. Ты имеешь право взять ручку, убрать ее, прямо в шаббат, по закону. Махаммад называется, если мукца занимает место, которое тебе нужно, ты можешь ее убрать. И в момент, когда ты ее взял, ты можешь ручку отнести и положить, куда хочешь. А ты взял и положил мне на стол, я рядом сижу. Внимание, вопрос. Ты сделал мой стол мукцей? Из того, что мы учили раньше? Нет. Нет. А здесь мы видим, что в шаббат, если я беру блюдце и подставляю под курицу, то когда курица снесет яйцо, блюдце станет мукцей. И я нарушил шаббат. Нет. Мой стол. Я не могу. Если я на свой, другой стол. О. Может быть разница, когда я это делаю я. Я сам. Может быть. Сейчас посмотрим. И все же. И все же. Да. Мы все едем куда-то. Если можно, да, микрофончики пока выключить. Если будут вопросы, сразу включаем. И все же, можно подложить блюдце под светильник или посуду под курицу разрешенным способом. О, как это? Для этого нужно сначала положить в посуду другой, более значимый предмет, который разрешено перемещать в шаббат. И тогда, да, ты сможешь приносить. Но это законы имбасисты до вармакса. Это наши законы. Вау, интересно. Надо Рава спрашивать. А может быть и разберемся. Не знаю. Давайте до конца семанды читаем. Если человек опасает, то есть понятно, да, если я изначально хочу, вот только что мы говорили, чистить фисташки в тарелку, чтобы у тебя не было проблем с тарелкой, сейчас забудем, потому что Роман рассказал, что нет проблем. Но те, кто говорят, что есть проблемы, когда у тебя фисташки в тарелке, изначально пусть это будет тарелка, из которой ты ел. Там немножко еды останется. Да, и тогда можешь его кидать в фисташки, сможешь потом выбросить. Это то, что он здесь пишет. Это мы знаем. Вопрос, как в шаббат можно тарелку сделать мукцей? Почему она становится басистой до вармакса? Почему? Видите, это произошло в шаббат. Сэм спрашивает, прямой вопрос, могу ли я в шаббат создать мукцу? Приведите мне пример. В шаббат я могу мукцу создать? Теоретически можно, если срещали. Нет. Возьми тарелку. Тарелку тебе можно двигать? Можно. Подставь ее под что-то, что мукца. Да, но тогда не ты создаешь, она создается в мукце. Да, и нарушение здесь будет. Нарушение будет в том, что ты тарелку сделал мукцей. Ты сделал тарелку мукцей. Видишь, ты создал мукцу в шаббат. Я не понимаю, как это происходит только, но понимаю, что происходит. Она постфакту сделалась. Да, но у тебя была тарелка, которую ты мог использовать, а сейчас у тебя нет тарелки, которую ты можешь использовать. Нельзя так делать. У тебя был предмет, который в шаббат можно было использовать, а ты его превратил в предмет, который использовать нельзя. Это отдельный семан называется и так делать нельзя. Нельзя разрешенное делать в шаббат запрещенное. Если человек опасается, что с горящей свечи будут падать искры, может быть такое или нет, зажег свечу, она сверкает, мигает, то он может подложить под свечку блюса, чтобы искры падали туда. Почему? Это объясняется тем, что искры не являются чем-то осозаимым. Эйн ледавар мамаш это называется. То есть, а, мукца падает тебе в тарелку. Нет, искры не являются чем-то, что падает, да, такое как бы невидимое. И как только свеча погаснет, блюса можно будет переставить с места на место. Искра не способна сделать тарелку мукцей. Не считается, что он таким образом превратит. Это не называется превратит разрешённое в запрещённое. Но нельзя наливать в блюсе воду, потому что таким образом ты тушишь. А как в Йомтов мы говорим, нельзя стрякивать в воду. Или сигарету класть в воду. Почему это называется тушение? То есть нельзя подставлять блюсе с водой. Ты ускоряешь процесс тушения искры. Это другая причина. понятно, нельзя. В шаббат запрещено мочить подушки и одеяло. Почему? Потому что так они больше не могут быть использованы. Интересно. Во-первых, в шаббат надо знать, что нельзя мочить вообще одежду. Вот так вот даже палец нельзя облизнуть и вот так вот провести по одежде в шаббат. Даже это нельзя. Потому что любое... Да, это стирка. Любое намочение одежды. Но тут по другой причине. Если ты подушку намочишь в воде, да, она уже нельзя ее использовать, одеяло уже нельзя использовать. А это получается, ты превратилась в то, что можно использовать в шаббат, в то, что нельзя использовать в шаббат. В запрещено. Почему, если ты тяжелое одеяло или подушку будешь в шаббат пытаться использовать, положишь на нее голову, ты ее выжмешь. Да, то есть ты превратил ее в запрещенную вещь. Она была разрешена, ты превратил ее в запрещенную. Точно таким же образом запрещено пачкать одежду таким образом, чтобы ее было невозможно надеть, не постирав. А если на пол пролился сок, то запрещено вытирать его одеждой, потому что из-за этого одежда перестает быть пригодной к носке. Как интересно, да? То есть если это футболка, которую можно было одеть, нельзя бросить ее на пол. Ну, вообще-то мы с вами учили, что вообще нельзя вещью протирать жидкость, потому что есть опасность хита, выжимки ее. Но можно протереть жидкость, разлитую на столе чем? Салфетками. Тем, что он не использует. Да, тем, что... Потому что ты ее выкинешь. Ты не будешь... У тебя нет соблазна ее отжимать. А вещь там, полотенце, футболка, что-то, у тебя есть соблазн. Ты промокнул, промокнул, а теперь надо это отжать. Да, это вещь, тебе она нужна. Поэтому вещью, да, она какая-то такая вещь, у которой точно нет резона отжимать, ты ее просто выкинешь. Так, здесь написано, да, нельзя одежду, потому что она была одеждой, теперь перестала быть одеждой. Но можно вытереть полтряпкой, потому что она предназначена именно для этого. Разрешать стали, чтобы множество людей вытирали руки одним и тем же полотенцем, пока оно не станет таким мокрым, что больше им будет невозможно вытираться. Что такое невозможно вытираться? Это когда ты дотрягиваешься до полотенца, и у тебя руки мокнут. Да, то есть как бы уже смысла, да, нету в этом полотенце. Да, и можно, наоборот, называется влажное полотенце. Да, тоже есть такая тема, влажное полотенце. То есть если ты полотенце для высушки превратил во влажное полотенце, которое, наоборот, теперь мочит тебя, да, при этом разрешено. При этом не считается, что эти люди превратили полотенце из разрешенного в запрещенное, поскольку они использовали его по прямому назначению. А по факту у тебя было сухое полотенце, им можно было вытереться, а теперь у тебя мокрая полотенце, которым вытираться нельзя. Так делать можно, потому что не просто ему намочило, чтобы сказали, нельзя делать, а каждый подходил и вытирал руки. Просто народу было много, каждый делал разрешенное, и в итоге результат как бы тот же, но достигнут разрешенным образом. Это разрешенным образом был достигнут этот результат. Таким же образом в шаббат разрешается класть, например, в мусорное ведро пакет и бросать в него мусор, хотя при этом пакет станет мукцией, так же, как и мусор, который в него бросают. Вау! Вы слышите? Поменять в ведре пакет мусорный. Мусор – это мукция. Поэтому, когда ты меняешь пакет в мусорном ведре, пакет мусора ты мог спокойно использовать, но как только ты его положил в мусорное ведро и куда попадет мусор, мусор сделает пакет тоже мукцией. А в чем отличие с семечками получается? Выкинуть, ты говорил, мусор. Смотри, как интересно, что мусор, который попадает на пакет, делает пакет мукцией. И все это мукция. Но как только он начнет вонять и будет тебе неприятно, ты имеешь право взять его и выбросить, и вынести мусор. Да, это мукция, но мукция, когда он достигает какого-то уровня, что тебе неприятно, ты хочешь от него избавиться, ты можешь это сделать. Это отдельно. А выбросить можно куда? За квартиру, где нету? Даже за квартиру. Мы обсуждали. За квартиру, где РУ, они вот тоже можно выносить? Не, не дай бог. Где РУ, они нету, нарушение шабата. Но, если у тебя... То есть ты, во-первых, можешь вынести за дверь. Это раз, 100%. Что тебе неприятно. Но там у тебя соседи... За дверь чего? За дверь твоей квартиры на лестничную клетку. И там РУ, это проблема? Там нет проблемы. Но, более того, да, там другая проблема. Там может быть хиллурошем. То есть тебе воняет в комнате, да там соседи живут, они скажут, что вы мусор здесь выкинули. Поэтому ты можешь, даже если у тебя есть РУ по дворе, так у меня, например, Роман сделал нам РУ во дворе, я могу вообще взять и вынести, если у меня там все открывается. Ну, понятно. Если ничего не нарушается, я могу вообще вынести мусор. Альберт, но это только в случае, если именно уже мешает, пахнуть начало. А если переполнилось? Переполнилось. То же самое. Мусор. Мусор, да. У тебя пакет мусора лежит. Тебе неприятно. У тебя, ну, мусор в доме. То есть он мукцы только в случае, когда тебе нет смысла его трогать. Да, пока у тебя там ведро наполовине, ну, как ты обычно не реагируешь. Как только у тебя что-то уже вызывает, занимает место, или мусор, или тебя надо вытащить, ты освободил, теперь у тебя просто пакет лежит не в ведре, а в квартире. А, кстати, передвинуть его можно, если мешает месту? Это что у нас? Да, да, да. Ты можешь его передвинуть, можешь его убрать. Но это другое. Это не сравнивание. Это не Мелахтол Исур, это не Махамад Гуфо. Это называется мукса Махамад Миус. Это один из десяти видов мукцы. Мукса из-за него отвратительности. Нет, если место нужно. Место, место нужно. Да, да. Можешь его переставить, можешь его даже вынести, мы сказали. То есть он тебе действует на нервы, с мусором можешь от него избавляться. А с семечками ровно такая же история со стола была? Да. Поэтому семечки со стола тоже являются мусором. Их разрешено как бы выкинуть в мусор. Брать их со стола, убрать их с глаз долой. Поэтому бросать, можно бросать мусор в пакет. А, как ты бросаешь мусор в пакет? Ты пакет разрешенный делаешь запрещенным. Можно. Это не нарушает, не является нарушением запрета. Так как мусорный пакет предназначен специально для этого, чтобы в него бросали мусор. А, вот как говорит Шминад Шабадки Лхота, говорит, что здесь потому, что он для этого предназначен. Да, он, это не называется, я превратил разрешенное в запрещенное. Тарелку подставить под яйцо, она не для этого, она предназначена для миллиона других вещей, но мусорный пакет, он для мусора, он для того, чтобы в него клали мусор. Поэтому то, что я превратил его в то, что он должен был превратиться, не называется превратить разрешенное в запрещенное. Также он разрешает менять пакет в Шабад и продолжать кидать туда мусор. Но он был разрешен, и ты мог с ним играть, не знаю, в догонялки, ты мог с ним что угодно делать. А теперь в него попал мусор, ты можешь его только вынести, чтобы он не вонял там, или какие-то... Так это мукца. Мусор, попавший в пакет, но его просто так трогать нельзя. Это мукца. В Шабад можно поставить перевернутую миску перед клеткой с цыплятами. Для чего? Просто поездиваться. Нет, чтобы они могли с помощью этой миски забираться в клетку и выбираться из нее. Фантастический закон. Это трактат Шабад 128 дав. 128 дав. Я недавно детям читал историю. Детям перед сном читал историю, что какой-то мальчик издевался над животными, и папа его наказал. Говорит, как ты так? Говорит, смотри. Он открыл ему Талмуд и показал, что в Шабад можно перед цыплятами ставить миску, чтобы им было легче забираться в курятник и было удобнее спускаться. Хотя сами животные имеют статус мукцы. Почему это можно сделать? Потому что царь Баали Хаим, что Тора так заботится о цыплятах, он просто будет падать в перекуры. Ему тяжело запрыгнуть, или он будет падать, разбиваться. Чтобы ему было легче, можно это сделать. То есть какое трепетное отношение к животным. Не считается, что таким образом человек превратил миску из разрешенной в запрещенную, потому что он может в любой момент забрать миску обратно, но запрещено доставать миску из клетки, когда на ней стоит цыпленок. На цыпленок стоит, цыпленок является мукцей, просто так двигать ее нельзя. Но когда он спрыгнет, ты можешь мукцу взять, а в моменте по ней будут прыгать цыплята, и в моменте ты превратил миску, которой ты мог бы пользоваться. Миску, которой ты пользоваться не можешь, в этом проблемы нет. Потому что в итоге, когда он спрыгнет, ты сможешь миской воспользоваться. Это тоже не называется превратить запрещенное в разрешенное. Давайте с вами сохраним в голове вопрос. Вопрос о том, можно ли создать мукцу в шаббат. Телефон слишком горячий, дайте ему остыть, прежде чем еще раз использовать режим нескольких окон. Так. Реально телефон нагрелся. Что такое? Ладно, друзья, мне кажется, даже телефон не выдерживает нашей учебы. Мы здесь с вами сделаем паузу, завтра продолжим. Очень интересная тема, добираемся с вами до конца мукцы, потом будем подводить итоги, вспомним все наши вопросы, посмотрим, насколько мы усвоили эту тему. А я вам всем желаю хорошего дня. Изучаем Тору вместе. Всем хазаким, хазаку барух, ухим тию. Хорошего дня. Шарков.